Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет! Отлично! Это также означает, что вы живы-здоровы. Отлично! Ну что ж, сегодня у нас розыгрыш, как мы и обещали. Наш новогодний конкурс репостов мы не стали затягивать до конца января, потому что все-таки у него есть некоторая своя особенность, и чтобы он был актуальным, мы проведем розыгрыш уже сегодня. Вот, но не зря мы спрашивали вас, успели ли вы пожелать своим друзьям стать миллионерами в новом году, потому что условиями данного конкурса... Ну давайте, так, что ли, у нас серфермер мы отключим сейчас, и... Вернемся к нашему конкурсу. Так, смотрите, друзья, вот такой у нас был конкурс репостов. Ну, вернее, он и сейчас есть, и вы до сих пор еще можете принять в нем участие, вплоть до самого финального десятого счастливчика, когда мы определим. Вы все еще можете сделать репост, закрепить его по правилам, ну, сейчас мы поговорим о правилах, и выиграть 15 долларов. Мы разыграем сегодня 10 призов по 15 долларов. Это реальные денежки, которые вы сможете сразу же, в принципе, вывести на любую платежную систему привычными вам способами, и дальше продолжить свое участие в холлорд. Ну, а каковы участия в условиях такие? То, что, во-первых, вступить в официальную группу ВКонтакте нашу, это, наверное, не сложно, но это все должны делать с самого начала. Дальше нужно сделать репост этой записи к себе на стену ВКонтакте, да, и в комментарии к нему написать в свободной форме новогоднее пожелание для своих друзей стать миллионерами в новом году. Ну, и добавить, конечно же, свою реферальную ссылку на сайт Холлорд, или можно на раздел благотворительного марафона, здесь было тоже предусмотрено такое. И обязательно третьим пунктом написано «закрепить», закрепить опубликованный репост и не удалять его до завершения конкурса. Ну, и, в принципе, есть еще некоторые требования, то, что аккаунт ВКонтакте, с которого вы делаете репост, должен быть привязан к вашему профилю Холлорд. Ну, это для защиты от накруток, как вы понимаете, чтобы, ну, у кого есть много профилей ВКонтакте, да, чтобы они не использовали их все для того, чтобы увеличить свои шансы, да, все-таки только один, чтобы у всех были шансы одинаковые. И второе, то, что ваш аккаунт обязательно должен быть активен на момент розыгрыша, то есть статус волонтер или бизнес у него должен быть активным. Вот такие требования, очень простые. Ну, давайте посмотрим, как это сделал я. Я тоже специально для вас, для примерчика это сделал. Ну, как бы даже не то, что для того, чтобы участвовать в конкурсе, да, просто потому, что через эти публикации приходят новые партнеры. И наши конкурсы репостов, они являются для новичков таким первым обучающим элементом, который говорит о том, что для того, чтобы тебе строить свою партнерскую структуру в Холлорд, тебе нужно доносить информацию до окружающих людей. И самое простое, это вот сделать хотя бы публикацию на своей страничке ВКонтакте, и эту публикацию увидят твои друзья. Ну, а дальше вполне возможно, что они ознакомятся с информацией, посмотрят замечательное видео и перейдут по ссылочке, да, и, возможно, зарегистрироваться. Ну, скажу честно, что у меня несколько человек через эту публикацию пришло. Ну, так вот, смотрите, да, вы делаете репост, вы его обязательно закрепляете, вот здесь вот запись закреплена, здесь его можно закрепить или открепить, и дальше вы пишете в свободной форме пожелание стать миллионерами в новом году. Если пожелания не будет, я не буду засчитывать победу. То есть даже если все будет по правилам, но не будет пожелания победы, засчитана не будет. Это вот важный момент. Ну, и ваша реферальная ссылочка, это может быть и уникальная ссылка, и просто обычная реферальная, и ссылка на раздел «Угрики марафона», все что угодно. Все, вот такие требования. Ну, состоять в группе, понятно, обязательно, но это у нас проверит вот это вот приложение Random App, с помощью которого мы будем как раз проводить. Так, ну, вы здесь, если что-то будет не так, можете писать. Надеюсь, что все будет так, и я ничего не перепутаю. И что же мы сделаем? Ну, мы начнем, наверное, что надо делать, да? Так, вот тоже не то. Откроем, чтобы я мог вот эту ссылочку копировать всегда. Мы делаем следующим образом. Определяем первого победителя. Победителей один, но чтобы нам не всех сразу определять, а было поинтереснее, ставим «Состоять в группе» и определяем первого претендента, которого мы сейчас проверим. Ну, кстати, много было репостов, и что-то мне подсказывает, что не все они выполнили условия. Хотя, может, я ошибаюсь. Ну, вот Лилу Лали. Непонятно, кто это, но, скорее всего, мы сейчас узнаем по номеру сертификата. Так, запись закреплена. Это тот самый репост. Поздравляет с Новым Годом. Ну, и где пожелание стать миллионерами в Новом Годе? Заработал столько, сколько пожелает. Но это не пожелание стать миллионерами, да? Я думаю, что вы согласны со мной, что это нарушение правил, правда? Давайте, напишите мне. Не засчитываем такую победу же, да? Даже проверять не будем дальше. Что вы думаете? Ну, вот, видите, Ирина вспоминает, да, не засчитаем. Ну, правильно. Правильно. Здесь тоже. Не, не засчитываем. Согласен. Согласен. Все должно быть по правилам. Ну, Лилу, Лали, в принципе, без призов остается. А мы идем дальше. Все. Так, можно отсюда же скопировать, да? Так. Это же та же самая ссылка. 642, да, все правильно. Определяем. Алексей Соколов. Ну, вот. Посмотрим, что у нас Алексей Соколов два часа назад сумел сделать. Ну, кроме репоста, Алексей Соколов ни на что больше не сподобился, к сожалению. Поэтому идем дальше. Так, я чувствую, что будет много фейлов сегодня. Но тем интереснее. Главное, чтобы это не затянулось у нас насильно долго. Долго определял победителя нашего потенциального. Так, Саша Кромский. Саша, у нас тут не серфермер. Ну, как же так? Вы предпочли серфермер. И остались без 15 долларов. Поехали. Вперед. А может, закрепил бы, да? Да и был бы пост бы сверху. Но нет, невнимательные люди. Почему так долго ищут? Сергей. Вот. Есть ссылка. Но пожелания нет. Блин, друзья. Вы меня разочаровываете. Кто-то явно дал рекламу конкурсу среди не самых умных пользователей. Так, ну вот. Анастасия. Есть, да? Запись закоплена. Есть. Репост в первый же день. И есть пожелание стать миллионерами. Отлично. Анастасия. Осталось нам только лишь проверить привязку вашего профиля. Так. Вот. 229. Анастасия. Ну да. Все. Анастасия у нас... Так. Что я должен сделать? Я должен... Или же я должен записать... Так. Наверное, я... Ну да, я запишу... Да, я записываю... Профиль Анастасии Кичкиной. Так, я что-то забыл немножко. Ну, буду записывать тогда и... Реферальную ссылку тоже. Вот так. Потому что потом может возникнуть вопрос. Так, ладно. Первого победителя мы с вами определили. Но хоть и долго это у нас заняло на времени, надеюсь, дальше пойдет быстрее. Так, что вы там пишите? Так, вот господин нерусский, попрошу вас не спамить здесь. Мы удаляем пока что без занесения в черный список. Надеюсь, вы понимаете, что этого не надо делать. Так, мы тоже закрываем. И это Юлия Бирюкова. Есть надежда, что это еще один победитель. Надежда, кажется, умирает. Потому что нету пожелания стать миллионером. Ладно. Юлия, невнимательного. Идем вперед. Условия-то пишутся не случайно. Они же не просто так придумываются. Так. Где пожелания? Нет пожелания. Нет пожелания. Нет пожелания стать миллионером. Ах, 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 ах. Интересно. Как долго я буду искать 10 победителей? Ну, вы правьте свои комментарии. Прямо сейчас, если вы смотрите, да, видите, что у вас ошибка. Правьте, у вас есть время. Так. Желаю каждому из нас в наступившем году стать миллионером. В принципе, есть пожелания, да? И есть ссылочка. Вот эта ссылочка. Запись закреплена. Вчера сделан репост. И мы ее сейчас проверим. Надежда Салямова. Так. Как нам надо это проверить? А, я все вспомнил. Так, вот 908. 908. Да, это та же самая запись. Та же самая страничка. И Надежда Салямова становится вторым призером. Все. Вот я вспомнил, как надо записывать победителя. Что-то тупил немножко. Извините. Так. Идем дальше. Надежда, поздравляю вас. Отлично, что вы дословно прочитали, дословно все поняли. Руслан. Желаю каждому стать миллионером в новом году. Есть. Запись закреплена. Все. Ок. Остается нам Руслана лишь только проверить. Так. Руслан 847. 847. Да. Супер. Супер. Пошли ребята прям один за другим. Способные и умные. Как у вас тут дела? Так. В чем проблема? Не надо вас забанить? Господин где-то нет. Надеюсь. Еще одна провокация и будет бан. Так. Рандомайзер. Ищите мне умных людей. Давайте быстрее. Юлию Бирюкову мы уже проверяли. Надо же, какое совпадение. Поэтому идем дальше. Он, наверное, думает, что у Юлии есть второй шанс. Нет. Здесь тоже ничего. Идем дальше. Светлану. Ну, обрадуйте нас, Светлана. Да. Кажется, оно того стоит. Вот это ссылочка на благотворительный марафон. Сейчас мы ее... Так, это не сюда еще пока. Пока предварительная проверочка на привязанный профиль. Светлана Чиркова. 210. Светлана Чиркова. Светлана Чиркова. Все. 210. Майдишник. Все совпадает. Светлана Становится четвертым призером и обладателем 15 долларов. Вот. Вот. А мы пытаемся найти еще шестерых участников, которые безошибочно выполнили условия нашего конкурса репостов. Очень простого и очень хорошего. Почему-то сегодня долго очень ищет результаты. Система, наверное, все сегодня проводят розыгрыш репостов. Прям один за одним. Ну... Тоскливо, Петерис. Тоскливо. Тоскливо. Так. А вот... Саша Кромский. Слушайте, да? Был у нас Саша Кромский недавно. А что ниже смотреть, Саша? Запись должна быть закреплена. Понимаете? Закреплена, когда запись... Она находится в самом верху. У вас... Ну, смотрю я ниже, и что? Нет ничего тут. То есть у вас нет репостов. Вы внимательно почитайте, Саша. У вас лицо-то умное. Вроде бы. И я думаю, что поймете, как надо было сделать. Так. Вот. Еще один счастливчик. Так. Стань с миллионерами. Если присоединитесь к самой крутой программе. Да. Ну, я засчитываю это за пожелания. В любом случае, засчитываю. Посмотрим. Ермек. Что у нас по ссылочке? Надеюсь, это уникальная ссылка. Да. Это уникальная ссылка. 388. 388. Да, Ермек. У меня нету сомнений. Потому что не надо забанить этого человека. Все. Дождался. Доигрался. И Ермек становится пятым призером. Так. Ну что ж. Половина тяжелой работы выполнена. Осталось еще немножко. Идем вперед. Слава Горный. Покажите нам, на что способен ваш репост. Нет. Ни на что он не способен. Потому что и не закреплен. И нету никаких пожеланий. Нету ни реферальных ссылок. И это печально. Орзигул. Так. Есть репост. Нет пожеланий. Сожалею. Нужно читать условия. Внимательнее. Татьяна. Ну. Вы все сами видите. Татьяна пролетает. И мы ищем дальше. Сразу видно, кто участник Full World, а кто просто так вот пытался порепостить что-то. Так, Сергей. Желаю стать миллионерами в новом году. Запись закреплена. Запись закреплена. И вроде бы как даже есть реферальная ссылка. Посмотрим. Сергей Сахненко. Забыл профиль привязать. Вот ведь обидно, да? Ну, ладно. Бывает. Идем дальше. Так. И надеемся мы, что... Сейчас мы увидим. Кстати, вот был у нас один такой любознательный человек, не буду его имя называть, который спрашивал, а почему каждый конкурс репостов у вас повторяются победители? Наверное, вы что-то подкручиваете. Вот Сергей Илюшенко, по-моему, он не первый раз уже у нас мелькает среди победителей. И вполне вероятно, что и сейчас. Нету ключевого слова-то. Сожалею, Сергей, сожалею. Но зрители не дадут мне засчитать ваше... Правда же? Не дадите засчитать? Напишите, что вы об этом думаете. Пожелания нету стать миллионером. Так вот, мысль-то о чем? Почему у нас сейчас большинство людей, они не большинство, а повторяются, повторяются, частенько повторяются. Те, кто побеждал уже, они и в новом конкурсе тоже побеждают. А вы посмотрите на процесс розыгрыша, да? То есть, скольких нам приходится отсеивать в процессе поиска. И получается, что пока мы найдем устраивающего нас победителя, в итоге мы и приходим к тем же самым, да? Кто умный и кто понимает. Поэтому, если бы все, кто нам попадается, сразу выполняли бы условия, то список убедителей каждый раз был бы очень разным. Вот, Николай Коломейцев. Желаю стать миллионерами. Есть пожелания, есть закрепленная запись. И есть общий друг Ирина Агапова. Ну, в принципе, оно и понятно. Потому что человек Николай Коломейцев является, судя по всему, родственником. Да, Ирина? Ну, это не запрещено строить семейный бизнес в Full World и даже поощряется. Так, 142. 142. Круто. По-моему, в прошлый раз Лидия Коломейцева, да, у нас стала призером. А теперь Николай Коломейцев получает 15 долларов. И мы записываем его в призеры. Так, о, есть. Да, есть уже Ермек призер. Есть Ирина, говорит, да, это мой папа. Отлично. Ну, что ж. Поздравляю, поздравляю. Удачливые у вас родители, Ирина. Так. И где мой розыгрышник? Вот он. Продолжаем. Четыре победителя еще нам надо. Каково он сейчас найдет, интересно. Ой, ешкинка. Ну все. Меня сейчас обвинят в сговоре. Так. Ирина, как вам не стыдно вообще читерством заниматься? Как, признавайтесь, как вы подкрутили эту систему? Так. Желаю, наконец-то, стать миллионерами, как стал я, благодаря проекту «Всем миром». Есть ссылочка. Ну, давайте посмотрим. Может быть, Ирина не закрепила запись? Нет, закрепила. Все. Даже лайки есть. Ну, может быть, она не привязала профиль ВКонтакте. ВКонтакте. 0.99. 0.99. Ну, нет у меня поводов отказать Ирине в начислении приза. Поэтому седьмой победитель Ирина Агапова. Ирина, если сейчас еще и Лидия Коломейцева выпадет, наверное, меня выкидает. Так. Ну, что ж, поехали. У нас беспристрастная система розыгрыша, поэтому ничего не могу с этим поделать. Кстати, я не сказал, что если выпадет моя кандидатура, то я не буду ее засчитывать. Так. Лилу у нас уже была, да? Мы не будем ее второй раз проверять. Сам в начале выполнил у нас лилу, и там не было выполнено условия. Так. Что? Татьяна Агапова. Татьяна Агапова. У вас совпадает интересная фамилия. Так, ладно. Миллионерами станем. Есть. Ну, давайте проверять. Ну, что делать? Вот. Вот это так распоряжается у нас рулеточка. И ладно. Так. Татьяна Агапова. 0,169. 0,169. Ну, все. Все условия выполнены. И Татьяне Агаповой отправляется 15 долларов. Супер. Так, что здесь происходит? А, Ирина радуется. Ирина, за Татьяну тоже порадуйтесь. У Татьяны явно есть с вами что-то общее. Например, в Skype. Ну, это не запрещено. Да? Ладно. Не запрещено продвигать аккаунты своих родственников. Это семейный бизнес. И, кстати, друзья, вот кто еще не занимается в холлу семейным бизнесом, задумайтесь над этим. Это отличная возможность получать в несколько раз больше денежных переводов от каждого оказания помощи в вашей партнерской структуре. Это не запрещено. Ирина Агапова этим отлично пользуется. Вот. Ну, что ж. Идем дальше. Фух, я уже боюсь представить, что будет сейчас выпадет. Оу. Ну, я видел этого молодого человека в самом начале. Он очень жаждал начала конкурса. И, кажется, у него есть шанс сегодня получить 15 долларов. Ну, я затрудняюсь прочитать. Хчо Арагелян. Да? Вот так прочитаю. Ну что, надеюсь, что вы выполнили все как надо. Осталось привязку только проверить в вашей ссылочке. София Мария.ру. Хчо Арагелян. 65.12. Да. Да. Я очень рад за вас, на самом деле. И с удовольствием записываю вас. Каким по счету? Девятым призером. И поздравляю. Вы, кстати, присутствуете, да, здесь? А вот и вы. Все спонсоры выигрывают. А, и боты вы выиграли. Ну, напишите нам, чтобы не бот. Чтобы все знали. Так. Последний, да? Черт. Кажется, я профукал ссылку. Сейчас, за новое. Ссылочку, ссылочку нам надо обязательно. Алексей Нинков. Говорит нам программа. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Четыре часа назад Алексей спешил и не написал пожелания стать миллионером. Ксаджи Пионер. К сожалению, Алексей, не засчитываю вам победу. Идем вперед. Спасибо. Может, аватарка такая? Нет, все-таки нет. Бывает, проверять надо. Так, дальше. Вчера, Рогерян ушел. Он не смог выдержать веселье. Может, он не в курсе, что он выбрал? Скажите ему. Так. Конечно, что, как выиграть в казино? Все секреты, Сергей, секретные алгоритмы. Это же очень актуальная штука сейчас. Конечно, Оксана. Репостите фигню. Вот это самая тема. Может, это принесет вам какие-то деньги. Так. Вперед, идем. Последний победитель. Последний, да. Напоминаем. Раз, два, три. Ну, где же ты? Результат нашего разыгрыша. Автопереливы тут есть, спрашивает Виталий. Ну, не без них. Не без них, Виталий. Есть у нас в марафоне о боготворительном возможность получать переливы. Марина Виноградова. Что-то мне подсказывает, что это должен быть десятый победитель. Есть пожелания. Есть закрепленная запись. И осталось нам только лишь проверить привязку профиля Марины. Марина Виноградова. Есть 69,22. Есть 69, одежник. Совпадает. Ну, что ж, друзья, супер. Кажется, мы это сделали. И ушло у нас на это всего 30 с небольшим минут. Для того, чтобы определить 10 призеров. Вот эти вот люди получают по 15 долларов. Призы будут начислены уже в течение, наверное, завтрашнего дня. И вы сможете их вывести. Но это не все, о чем я хотел сегодня поговорить. Свою полмиллион. Нашелся. Нашелся в Чаре Гелян. Все. Всех поздравляю. Давайте еще немножко, раз у нас с вами есть время. Не будем его зря тратить. И поговорим. Открепим. Вот это можно уже у нас конкурс открепить. Он уже у нас не актуален. Ну и постить, в принципе, можно. Желать стать миллионерами тоже можно. Дальше будут следующие конкурсы. Так. Тем временем у нас продолжается... Вернее, начинается год 2019. И начинается он, ну, не спеша, так сказать, да, пока все втянутся после новогодних каникул вот в эту активную движуху, которую мы все с вами устроили до Нового года. И надо эту движуху нам с вами возобновлять, потому что она очень хорошо работает, хорошо действует на фандрайзинг, на привлечение благотворительных денежных средств, ну и на ваши доходы в том числе. Мы, конечно, вам будем в этом помогать. Давайте вспомним, что у нас с вами актуального. Самое актуальное – это, конечно же, благотворительный марафон, который у всех по-разному находится в разных стадиях, да. У кого-то идет активный приток денежных переводов по благотворительному марафону, у кого-то не идет приток. Я встречаю разные отзывы, разные вопросы. И в основном люди сами себя загоняют в некоторые рамки. Сами себя загоняют в некоторые рамки и делают очень большой акцент вот на вот этот вот слайд, где как раз сказано, что есть возможность... Так, что у меня? Медленная скорость? Загрузка. Так, ну, сейчас прогрузится. Мы с вами посмотрим. В общем, суть в том, что многие делают большую ошибку, когда ничего не делают в благотворительном марафоне. То есть люди пришли, и они хотят во что бы то ни стало получать переливы, ну, то есть реализовать ту самую возможность, о которой было сказано. И смотрите, друзья, что на самом деле происходит. Каждый день у нас в благотворительный марафон присоединяются люди. Действительно, это так. И в каких-то структурах переливы идут достаточно активно. В каких-то их нету. Ну, как бы нету. Они идут неактивно. Кто-то из вас уже получил переливы от вышестоящих партнеров, кто-то их еще не получал, да, хотя прошло у кого-то и полтора месяца даже. Вот. В чем же здесь кроется секрет? Секрет кроется... Вот. Давайте посмотрим на эту схемку, да. Кроется в том, что если все будут... Все займут места, допустим, вот представьте себе, все пришли, все заняли свои места в благотворительном марафоне, и все ждут переливов. Как вы думаете, как скоро они дождутся этих переливов? Наверное, ответ вам понятен, да? То, что они, конечно же, могут дождаться этих переливов, когда они придут уже от самой компании, там, да, потому что уже некуда будет людям деваться, и вот в вашу структуру туда они пойдут. Вот. Но сколько времени на это понадобится, никто не знает. Вот. А если в структуре много участников активны, много участников работают, много участников приглашают новых фанрайзеров, новых участников в благотворительных марафонах, то, конечно, и переливы в 10 раз активнее генерируются таким образом. То есть, и получается тот самый пассивный доход, да? И вы и получаете переливы, и в том числе вы проявляете активность. То есть, можно сказать, что вы получаете партнеров без приглашения, да? Можно, потому что к вам приходят переливы. В то же время вы делаете эти переливы своим партнерам ниже, ниже, ниже. То есть, хорошо там, где все активны, плохо там, где никто не активен. И многие из вас еще кое-что путают, да? Вот, глядя на самый верхний слайд, автозаполнение общей структуры, почему-то вы не читаете, вы не читаете самое главное. То есть, вам кажется, что вот общая структура заполняется вот так вот она ровным рядком, вот так вот идет, 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 и всех прям там общей очереди единой заполняет. Но, если вы почитаете здесь внимательно, то тут сказано, что постановка, ну, расстановка идет как раз так, вот, вот здесь, да? Автоматическое выполнение структуры. Вот здесь абзац вот этот вот. В момент активации место участника занимает первую свободную позицию под местом его ближайшего вышестоящего партнера в сообществе Whole World, который уже участвует в марафоне. То есть, вы понимаете, что это уже не общая очередь, это все равно включаются взаимосвязи именно партнерские, наработанные уже на основании той структуры, которая имеется. Соответственно, многие ветки, многие ветки выросли в марафоне уже до 50-го уровня. Ну, как многие, некоторые, да? Некоторые ветки выросли там до 50-го уровня и даже больше. Некоторые ветки еще находятся на уровне восьмом-десятом от верхней позиции. И вы понимаете, да, что чем ниже выросла ветка, то есть, чем она активнее у спонсоров, тем меньше, то есть, тем дольше до нее будут добираться переливы от самой компании, так сказать, да? То есть, ну, вы понимаете, о чем речь, да? Ну, соответственно, вам остается надеяться только на вашу структуру именно ту высшестоящих партнеров, которая есть, или на самих себя. Я всегда надеюсь на самих себя. Да, когда есть компиляция усилий десяти высшестоящих уровней, это очень круто. Но это не значит, что надо сесть и сидеть, и ждать. Ну, вы, безусловно, это можете делать, если вам так хочется, да? Но я вам подсказываю, что для того, чтобы получать крутой профит, нужно быть активным. Никогда и нигде это не работало так, что вот вы пришли, и вам налилось, и вы вот так вот как пельмень сидите и ничего не делаете, а вам деньги продолжают, продолжают. Нет, такое бывает в инвестиционных проектах, но недолго. Ну, вы понимаете, почему, да? Вот, поэтому, ну, если вы еще не наигрались там вот в эти штучки, то можете попробовать поиграть, вот, потом снова вернете. Потому что я уже проходил в 2009 году такую штуку, и больше в такие игры играть не хочу. И по моральным, по этическим соображениям. Ну, ладно, мы сейчас не это обсуждаем. В общем, надеюсь, что вы поняли, да, в чем у вас суть. То есть наши техники в настоящий момент дорабатывают одну важную систему, которая позволит вам визуализировать, то есть, может быть, еще есть некоторое непонимание, да, то есть вы не можете сейчас видеть, что происходит в структуре ваших мест. То есть вы не видите, что под вашими местами, вот у вас нет вот этой вот картины. Ну, думаю, что еще неделька, и у нас появится, вернее, у вас в разделах появится функция, где вы сможете просмотреть вот эту вот сетку ваших партнеров, которые, ну, то есть ячейки, которые у вас уже заняты под вашим местом, которые еще не заняты, и сможете в том числе прогнозировать, прогнозировать, куда какие переливы у вас пойдут, то есть будете прогнозировать командную работу. Это будет уже та самая полная прозрачность, о которой мы с вами говорили, и мы сейчас очень сильно ждем это о техниках. Вот. Так, может быть, какие-то вопросы у вас есть? Можете задать вопросы сейчас, какие у вас есть насущные, пожалуйста, пишите. Так. Ну, безусловно, по марафону мы будем дальше еще проводить специализированные вебинары. Возможно, там как вот техники нам сделают, мы, безусловно, разберем сразу все. Будем делать еще и новые рекламные материалы. Ну, непонятно, о чем вопрос. Позиция 14-93. Это 14-й уровень. 93-е место на уровне. Вот. Ну, больше ничего нельзя сказать. Могу сказать точно, что это и не очень низко, и не очень близко. Нормально. То есть работаете, все у вас нормально. Самое главное, что вы должны для себя знать, что вы находитесь всегда в вершине своей собственной структуры. Это самое главное. Больше вам даже и знать ничего не надо. На каком именно там вы уровне находитесь? Это количество уровней от вершины общей бинарной структуры. Ну, для чего вам это может быть нужно? Для того, чтобы понимать, насколько маловероятно вы получите перелив от самой компании. Оно вам надо вообще, да, это понимать. То есть понятно, что переливы от компании, они в первую очередь заполняют неравномерность вот этого его бинарного дерева, как вы понимаете, да. То есть вот есть где-то слабая ветка, и вот в ней совсем мало активности. И вот эти переливы, они туда пойдут, в эту ветку. И дальше туда, и дальше. То есть вот всех слабых она будет туда вот и ставить. Понимаете, да? Хотите там оказаться? Ну, не знаю, как это сделать. Но это, скорее всего, только в методном случайности. Да, Андрей, конечно, когда вы продлеваете активность своего места, такая возможность откроется у вас через полтора месяца, может быть, чуть раньше, то позиция никуда не меняется. То есть это не тот маркетинг, который был у нас экспериментальный в 2013 году, или в 2014, я даже не помню, в марафоне, когда у нас там пульсы были, там все перемешивалось, да. Нет, здесь вот здесь очень хорошее вообще определение марафона. Она как раз и заключается в том, что вы один раз свое место заняли, и все, если вы не дадите ему истечь, я надеюсь, что никто в здравом уме не даст своим местам возможность истечь и удалиться, то оно за вами будет навсегда закреплено. То есть вы просто каждый квартал, каждые три месяца продлеваете его активность в размере оказания финансовой помощи 35 долларов, и все, вы просто в марафоне, да, марафон – это длительная дистанция, вы ее так неспешно проходите, бежите, и получаете прибыль, и приносите пользу своим участием на благотворительные цели. Вот в чем суть марафона. То есть не надо думать, что это какой-то метод быстрого, экстра-быстрого заработка. Нет, конечно, у кого-то он на старте получился быстрым, но дальше он входит именно вот в такой марафонский режим. Заранее можно ли места продлить? Ну да, это предусмотрено, Ирина, продление заранее, но пока просто технической функции кнопочки вот этой нет. То есть техникам мы дали задание сначала сделать то, что они обещали, это именно визуализацию структуры, потому что именно она должна давать участнику больше ответов на вопрос о том, как вообще построена бинарная структура. Потому что сейчас они что видят? Они просто видят номер места, видят справа от него количество денег, сколько-то долларов или нолик может у них стоять, и больше ничего не понимают, да? Кто им это объяснит, никто ничего не понимает. Ну, я, конечно, думаю, что и структуру им сильно не разъяснит, если спонсор им не поможет, или, может, они не ходят на наш вебинар. Ну ладно, попробуем по-другому там уже объяснять. Но, тем не менее, это дать нам нужно. Так, что еще есть из вопросов? Ничего я не пропустил. Вроде бы ничего. Так, если я докупаю место, мне в таком случае придет партнерское вознаграждение. Ну, смотрите, Андрей, любое ваше дополнительное место, оно пойдет в структуру вашего основного места. То есть, представьте себе, что это ваша структура, это ваше самое первое место, и вы сейчас активируете дополнительно, то оно вот сюда вот упадет, займет первое свободное место в вашей структуре, сверху вниз, лево-направо. Соответственно, да, вы получите от своего собственного места некоторые переводы, если вы об этом спрашивали. Есть ли оповещение, что пора продлевать? Ну, Марина, нет, еще оповещений нету, потому что прошло еще только полтора месяца, и еще у людей есть по полтора месяца в запасе, но за это время мы, безусловно, сделаем все оповещения. Сделали, кстати, оповещение об упущенной прибыли. Никому они не приходили? Давайте, признавайтесь. Кто-нибудь получал имейл-уведомление об упущенной прибыли в благотворительном марафоне? Наши техники сделали еще, по-моему, в самом начале Нового года, и, кроме того, разослали всем их задним числом, то есть вот все упущенные вознаграждения, которые по спонсорским бонусам прошли, они должны были прийти тем, кто должен был их получить. Да, вот все, побежал наш счастливый человек. Вам тоже удачи и стать миллионером. На почту приходит? На почту приходит, да. На телефон? Нет, смски мы не отправляем. Именно о марафонской прибыли. Должны настроить, Ирина... Как это называется-то? Месседж-маркетинг. Возможно, будут приходить сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram, куда-то туда. Вот, смски сейчас уже выходят из оборота. Во-первых, они очень дорогие. Во-вторых, телефоны очень часто меняются. Ну, в общем, свои нюансы, так сказать. Да, приходил. Так. А, Андрей, понятно. Ну, вот, Андрей, а как же вы, да, вот без упущенной прибыли вы не знали, что запустился марафон? Или как бы вам было все равно, да, что он запустился? А уведомление упущенной прибыли как-то мотивировало вас, да? Ну, ладно. Да. Так, ну, ладно. Болтать мы с вами, наверное, будем уже в группе, в нашей ВКонтакте, в чатах. Здесь время задерживать не будем. Все, кто хотел, все спросил, наверное. Если вдруг вопросы остались, то мы всегда открыты для общения. Служба поддержки, группа ВКонтакте, где можно получить ответы на ваши вопросы. Ну, и, конечно, наши доблестные информационные спонсоры всегда готовы вас принять в своей команде и обучить всему, чему умеют сами. Все, друзья. Этот розыгрыш мы завершаем. Этот вебинар тоже. Всем желаю удачи и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok